Добро пожаловать на Марс, десантник. Цель этого брифинга – ознакомить вас с некоторыми стандартными процедурами несения службы на Марсе. Первое и главное – это субординация. Весь рядовой и сержантский состав десантных сил подчиняется мастер-сержанту Томасу Келли. По приказу сержанта Келли вы будете приписаны к патрулю, возглавляемому командиром патруля. Обращайтесь к командиру патруля по всем вопросам, связанным с несением службы. При исполнении служебных обязанностей оставайтесь в пределах патрулируемой территории. В ваш КПК записана вся информация, необходимая для эффективной охраны вверенной территории. Весь персонал должен находиться в зонах, к которым он приписан. Обо всех нарушениях режима доступа немедленно докладывайте в рапорте. И помните, безопасность прежде всего. Бережно и осторожно обращайтесь с оружием. Никогда не открывайте огонь там, где это может поставить под угрозу жизнеобеспечения комплекса. Не забывайте, вы лучшие воины галактики. Бдительно несите службу. И удачи вам, десантник. От лица UAC приветствуем вас в Mars City. Mars City служит центром всех научных изысканий, археологических исследований и военных операций на Марсе. Основная забота UAC – обеспечение безопасности и благополучие всех работников и гостей Марса. В целях безопасности мы просим вас неукоснительно соблюдать все предписания UAC. Пожалуйста, не пытайтесь проникнуть в зоны, в которые вам закрыт доступ. Будьте внимательны. Следите за своими действиями и действиями других людей. Если вы заметили что-то необычное или просто хотите задать вопрос, обратитесь к ближайшему охраннику. Они здесь для того, чтобы помочь вам разобраться с проблемами, неважно, значительными или незначительными. Наша марсианская станция включает в себя жилые помещения, зоны отдыха, социальные учреждения. Наша цель – создать вам дом вдали от дома. Помните это, помогая нам проводить фундаментальные исследования, которым суждено перевернуть жизнь всего населения Марса и Солнечной системы в целом. Если вам требуется более подробная информация, пожалуйста, обратитесь к своему менеджеру по работе с персоналом. Гости Mars City могут обратиться к своему куратору от UAC. Спасибо за внимание. Представляем еще одну великолепную разработку UAC – плазмомет МАКС-4. Многоцелевое оружие для боя на средней дистанции. Плазмомет выпускает поток синтетической плазмы, резервы которой почти не ограничены. И поэтому соответствует важнейшему критерию вооружения современной мобильной пехоты – обилию дешевых боеприпасов. Это оружие обладает значительной огневой мощью, низким весом и высокой скорострельностью, что делает его незаменимым во многих боевых ситуациях. UAC – бессменный лидер прогресса. Мощное оружие позволяет строить мир без войн. Добро пожаловать в лабораторный комплекс «Альфа». Строительство комплекса «Альфа», также известного как «Первая ступень», было начато 29 октября 2095 года и завершено 17 июля 2130 года. На научно-исследовательской станции «Альфа» впервые увидели свет такие революционные технологии, как субатомный фазовый деконструктор, гидрокон и компактор молекулярного топлива. Все эти установки служат основой жизнеобеспечения лабораторий «Альфа». Благодаря этим достижениям корпорация UAC смогла построить новый исследовательский комплекс – лабораторий «Дельта», где сейчас ведутся новейшие исследования и разработки. Значительное капиталовложение и упорный труд позволяют объединенной аэрокосмической корпорации развиваться дальше и строить светлое будущее для человечества. Многие поколения человечества жило в постоянном страхе перед тем, что природные ресурсы когда-нибудь истощатся. Попытки освоить другие планеты лишь усилили нашу потребность в металлах, нефти, пище, воде и даже воздухе. Чтобы удовлетворить эту потребность, ученые UAC разработали новейшие технологии, которые вскоре принесут огромный выигрыш и UAC, и инвесторам корпорации, и человечеству в целом. Наши ученые смогли взять к себе в союзники сам Марс. Посмотрите на эти огромные красные пустыни. Богатые оксидами железа марсианские породы – главное сырье будущего. Мы разработали процесс, который дестабилизирует атомную структуру порошкообразного оксида железа и дробит его на субатомные частицы, которые затем рассортировываются и образуют другие химические элементы. Субатомный фазовый деконструктор позволяет нам осуществить мечту алхимиков Средневековья – превратить красный песок Марса в чистый воздух, свежую воду и водородное топливо. Краеугольные камни для того, чтобы сделать Марс второй Землей и выйти из пещер и стальных коридоров на поверхность. И это только начало. Атом за атомом UAC строит светлое будущее для всего человечества. Мир без войн. Мечта или реальность? На протяжении столетий основной причиной войн была борьба за две вещи – горючее и воду. В рамках своего неуклонного курса на мир и безопасность во всем мире, корпорация UAC представляет свою новейшую разработку – гидрокон. Хотя гидрокон пока находится только на стадии прототипа, это устройство сможет раз и навсегда покончить с нехваткой воды и горючего. Дробя молекулы оксида железа, гидрокон вырабатывает кислород и водород – дешево и безопасно, без значительного потребления электроэнергии. Водород затем используется для производства водородного горючего – универсального и абсолютно безопасного вещества, которое может использоваться как в бытовой технике, так и в суперсовременных ракетных двигателях. Побочный продукт производства этого горючего – бесконечные запасы пресной воды, чище, чем в любом источнике на Земле. Мы строим мир, где технологии, подобные гидрокону, положат конец засухе и гражданским войнам в странах третьего мира, где никогда не хватало воды и горючего. Бессменный лидер в области научных исследований, Объединенная Аэрокосмическая Корпорация надеется, что создание гидрокона позволит человечеству построить мир без войн. Сначала освоение космоса Объединенная Аэрокосмическая Корпорация была бессменным лидером прогресса, не только разрабатывая новые технологии, но и как можно полнее раскрывая их потенциал. После того, как гидрокон обеспечил нас нескончаемыми запасами водородного топлива, специалисты начали задаваться фундаментальным вопросом – можно ли хранить это топливо в сжатом виде, чтобы притворить в реальность мечту человечества о выходе за пределы Солнечной системы? И теперь мы с уверенностью отвечаем – да, можно. Под руководством доктора Малькольма Бетругера лучшие специалисты корпорации совершили прорыв в области квантовой физики. Теперь мы можем хранить топливо для наших межпланетных двигателей на основе антиматерии в промежутках между электронами и протонами в молекуле. Теперь топливо, которое когда-то занимало половину полезной нагрузки межпланетного корабля, занимает лишь малую часть прежней массы. Перед вами компактор молекулярного топлива, или КМТ. Еще один шаг навстречу мечте человечества – достичь самых удаленных планет и колонизировать их. Корпорация UAC уже давно взяла курс на то, чтобы построить мир без войн. Стремясь снабдить войска максимально сбалансированным набором вооружений, UAC обратилась к урокам прошлого, создав и запустив в серийное производство новейшую модель ручного пулемета «Макс-2». Дизайн в стиле ретро и прочность конструкции этого ручного многоствольного пулемета делают его идеальным выбором для закаленных ветеранов. В ближнем бою огневая мощь этого беспрецедентно надежного пулемета превосходит все ожидания. UAC – бессменный лидер прогресса. Мощное оружие позволяет строить мир без войн. Добро пожаловать в отдел жизнеобеспечения Марсианской станции. Этот видеоролик содержит всю информацию, необходимую для эффективной и безопасной работы. Защищенный работник – счастливый работник. Главная задача UAC – обеспечение вашей безопасности. Следите за указателями и следуйте всем предписаниям, чтобы уберечь от опасности себя и товарищей по работе. Уборка – один из самых важных аспектов работы отдела жизнеобеспечения. Во-первых, чистота – залог безопасности. А во-вторых, исследования показывают, что в чистом, незараженном помещении повышается производительность труда. Энергетические установки Марсианской станции дают два типа отходов производства – пар и зеленую слизь. Пар выводится наружу через шахты, решетки, тщательно спроектированную сеть трубопроводов и другие вентиляционные системы. Слизь вырабатывается в результате обработки марсианского грунта расщепителями для производства молекулярного топлива. Слизь не радиоактивна, но крайне ядовитна. Если слизь попала вам на кожу, немедленно введите себе инъекцию на станции медпомощи. Затем обратитесь к врачу и пройдите обеззараживающие процедуры. Обо всех нарушениях правил техники безопасности докладывайте вашему непосредственному начальнику. Более подробная информация содержится в вашей должностной инструкции. Меня зовут Йен Маккормик. Я научный сотрудник марсианского филиала UAC. Я работаю, то есть работал, под руководством доктора Малькема Бетругера, помогал ему ставить различные эксперименты, хотя весь последний год мы занимались только телепортацией. Не знаю, смогу ли выбраться отсюда живым, поэтому я записываю этот видеодиск, чтобы люди знали, что тут случилось и не дали этому ужасу повториться. Сначала эксперименты по телепортации были невероятно увлекательны. Мы создавали новую науку, нас пьянили новые горизонты, мы чувствовали, что производим переворот в жизни человечества. Я гордился тем, что участвую в таком потрясающем проекте. Гордился тем, что работаю бок о бок с гением. Еще во время самых первых экспериментов мы заметили, что телепортация происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. Причем время этой задержки варьируется. Телепортация происходит следующим образом. Объекты разбираются до квантового уровня, переносятся и вновь собираются в точке выхода. Каждый этап этого процесса должен был осуществляться мгновенно. Но мы так и не поняли, откуда берется задержка. Мы отправили через телепорт робота с видеокамерой. И были потрясены. Робот успел отснять несколько кадров. И с них, прямо в камеру, смотрело несколько пар глаз. Мы обнаружили новую форму жизни. Витрукер немедленно отправил запрос на присылку добровольцев, желательно из числа солдат охраны. Он хотел поймать этих существ живыми. Я сделал много ошибок в своей жизни. Но есть один поступок, которого я буду стыдиться до конца дней. Нам нужно было получить разрешение медиков на отправку людей через телепорт. И я подделал несколько отчетов, чтобы показать, что мы якобы ставили эксперименты на живых тканях. Тогда я пошел на подлог без зазрения совести. Но через несколько дней, когда мы пропустили через портал третьего испытуемого, он отгрызал собственные пальцы. Судя по всему, он сошел с ума. Мы стали отправлять людей группами примерно раз в два дня. Вернувшись, люди рассказывали чудовищные вещи и показывали страшные фотографии. И в конце концов мы поняли, что открыли путь не просто в иное измерение. Мы открыли портал в преисподнюю и пытались захватить для анализа чертей. А потом доктор Битрукер сам отправился через портал. Не знаю, чем он думал. Этот эксперимент не планировался. Он просто вкрутил портал и ушел. Мы не смогли его остановить. Он вернулся другим. Он выглядел так же, говорил так же. Но, не знаю, что-то... Что-то было не так. В конце концов он сделал немыслимое. Взял душекут, артефакт, который носили в руинах, и унес его за портал. Стабилизаторы портала отказали, и на базе разверся настоящий ад. Какие же мы дураки. Нам надо было уничтожить портал, и как только мы поняли, что там на той стороне. О, Господи, прости меня. Что же я натворил? Кто-нибудь, не дайте этому повториться. Простите. Ян Маккорбик. Конец записи. Представляем вам самое совершенное оружие за всю историю человеческой расы. В BFG-9000. Огневая мощь этой полностью автономной переносной огневой платформы не поддается описанию. В BFG-9000 использована интеллектуальная система распознавания свой-чужой. Каждый заряд содержит миниатюрный, но очень мощный компьютер, который выполняет наведение и направляет по каждому лучу дополнительный удар, направленный на ослабление цели перед детонацией. Детонация заряда производит опустошительный эффект. В радиусе 15 метров не выживет ни один противник. BFG-9000 не рекомендуется использовать для боя на короткой дистанции. Но на открытой местности или при необходимости поразить сразу несколько целей лучшего оружия не найти. Защита от противника вооруженного BFG только одна. Огонь из порохового оружия. Если заряд будет уничтожен до взрыва, процессор не сможет запустить финальную термоядерную реакцию и детонация будет неполной. За более подробной информацией об этом оружии обращайтесь в отдел новейшего оружия UAC. Доктор Пирс Роджерс, главный археолог марсианской научной базы. Как уже сообщалось в предварительных отчетах, мы совершили потрясающее открытие. Ученые давно обсуждали возможность жизни на Марсе, но такого мы даже представить себе не могли. Первая пещера была обнаружена в 2115 году. Она ведет к раскопкам, ныне известным как Первая площадка. Это крупнейшая из раскопок, и работы там все еще продолжаются. Первая площадка состоит из цепи пещер, соединенных туннелями, стены их покрыты иероглифами и рисунками. С помощью ассоциативного компьютера корпорации, мы смогли наконец расшифровать некоторые иероглифы и узнали следующее. Древние выглядели так же, как и мы. По крайней мере, они были двуногими и походили на нас по внешнему облику и размеру. Они обладали невероятно развитой технологией. Например, все иероглифы в раскопках вырезаны в камне какой-то машины. Причем уровень точности резьбы превышает все нам доступное. Социальная структура этого общества, судя по всему, была сословной. Очень большое значение имели социальный статус и иерархия. Площадка 2 это гораздо меньше пещерный комплекс, состоящий в основном из погребальных камер и храмов. Здесь обнаружено множество отдельных артефактов. Все находки на площадке 2 сфотографированы и вывезены на землю для дальнейшего изучения. На площадке 3 мы обнаружили самый загадочный артефакт, названный Душекубом. Если вы видели другие материалы или читали отчеты об исследованиях, вам наверняка известно, что это когда-то великая цивилизация подверглась нападению неизвестного врага и, судя по надписям в камне, они пожертвовали большей частью своего общества, чтобы отразить вторжение. Более подробные отчеты о Душекубе отправлены в Центральное управление. Мы также обнаружили еще несколько артефактов, которые, судя по всему, являются какими-то приборами. Они не так богато украшены, как Душекуб, но каждый из них по-своему уникален. Мы все еще не закончили расшифровку иероглифов. Надеюсь, после этого мы получим больше сведений о технологии древних. Для археологов наступили интереснейшие времена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok